привет ребята привет сегодня вторая часть про нашего великого и гениального томми мануэля те кто не смотрел посмотрите есть первая часть мы там уже много чего обсудили перелопать или посмотрели всякие техники сегодня тоже будет очень интересный такой выпуск мы дальше продолжаем копаться в один обзор мы не не уместимся вот сейчас вам покажу blue moon и здесь конечно томми играет чистой воды музыку джазовую здесь конкретно свинг вот этот шагающий бас и посмотрите как он распределяет роли баса аккомпанементами мелодии вот ребят многие берутся открывают табы и начинают учить я всегда говорю нужно сначала работать элементами то есть научиться просто играть свинг в любом формате да если мы берем даже какую-то мелодию уже на любую мелодию можно сыграть свинг или просто взяли аккорд вот тогда можно приступать к таким вещам иначе получится что вы берете вот эти три страницы произведения и начинаете просто не то что делать ошибки а просто играть не в стиле этот элемент у вас не отработан поэтому лучше делать такими упражнениями вот научитесь это играть и дальше можно уже как-то приступать вообще надо послушать такую музыку чтобы вообще играть blue moon это же джазовый стандарт поехали посмотрим такой джазовый стандарт и джазовый стандарт и джазовый стандарт джазовый стандарт и джазовый стандарт джазовый стандарт и sing и джазовый а пол джазовый а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конфета, да? Сколько здесь всего хорошего с точки зрения вообще музыкально, но и с хорошего с точки зрения стиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть и здесь еще первый пассаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, медиатором это можно тоже сыграть, но жестковато. Я играю вот этим когтем, но редко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, такие, друзья, вещи нужно, конечно, не просто учить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно отдельно подходить, как я говорил уже, да, с элементами. И еще, конечно, просто посмотреть гармонический план. Если работать профессионально не от Томми, да, а просто вот, допустим, вокалистка какая-то вас пригласила играть, и вы говорите, какая тональность, что будем играть, она говорит, ну, в бигине можно такое, вот тоже есть направление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть вы будете всю гармонию ту же самую играть, но с другим ритмом. Либо проработаете просто... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В свинге, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, но надо в первую очередь посмотреть гармонический план. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, и потом уже, после этого, можно приступать и смотреть, что тут будет. Я под впечатлением, помню, сочинил тоже такую вещь. Сейчас кусочек наиграю, Вася Драйв. То есть там получается тоже свинг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, кому интересно, есть в Ютубе. Значит, получается, смотрите, подходим опять элементами. Самое главное, начать с того, чтобы посмотреть аккорды. Все-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда вы будете осознанно играть. Вот Томми играет эти пассажи, и он может играть их по-разному. Это тоже техническая свобода, вообще мышление джазовое. То есть эту музыку уже надо играть осознанно. Вот такие, друзья, здесь вещи. А вообще, как отрабатывать элементами? Опять-таки, так как я занимаюсь преподаванием, я вам все-таки рекомендую, те, кто играет и хочет научиться играть, это, конечно, Механика 1, Механика 2. Вот есть просто упражнения, которые развивают это, и можно уже играть близко к этому, да, целые... Допустим, не заморачиваться полностью в три страницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И научиться просто это делать. Потом будет всё это гораздо легче. Поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, друзья, конечно, фишка такая Томми Эммануэля, это владение каскадными флажелетами. Давайте там рассмотрим сейчас вот несколько примеров. Я вообще уже приловчился играть медиатором. Когтем гораздо удобнее это делать. Я сейчас покажу, как это происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот каждый аккорд может так развертывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уменьшенный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так, можно по грифу продолжать. Я сейчас покажу просто, как это работает, упражнение, вот обыкновенное упражнение, как я это сейчас сделал. Медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Томми я увидел, как он играл такие же вещи точно, только медиатором. И уже тоже я уже привык. Вот такое, друзья, происходит, видите, движение. Палец И и палец А, они уже работают у нас на струнах. А этот держит большой и средний, держит медиатор. Это поначалу, да, непросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ко всему привыкаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже давно занимаюсь преподавательской деятельностью и за это время накопил огромный багаж знаний и, конечно, много стырил у Томми Эммануэля. А Томми стырил у Чета. Очень много времени уходит на то, чтобы человек сам это нашел, снял на слух. На моих курсах уже все давно скомпоновано, все сделано, лежит по полочкам. Механика 1 и Механика 2 это курсы для того, чтобы понять, что такое акустическая гитара, научиться правильно извлекать звук. По ссылке в описании вы найдете возможность приобрести их разом по скидке. И еще два мощных курса. Гармония и импровизация. Сначала вы проходите аккорды, осознаете их и играете на грифе. И затем с этими знаниями идете на курс импровизации. И уже обыгрываете эти аккорды. Друзья, и до 29 февраля скидки. Всем удачи! Ну, друзья, еще не могу одну тему отметить. Это то, как Томми действительно классно играет на телеке, на телекастере. Вот есть тоже старая, пусть она старая запись, но это чувство стиля, владение инструментом. Потому что телек это такой все-таки инструмент со своей историей. И он требует такого подхода, знания, вот этого блюза. Да, тут Ламбо говорил, что он играет, Томми Эммануэль играет как нехороший человек. Так вот посмотрите, как на самом деле Томми играет на телекастере. Тут, друзья, он играет плюс в Ла мажоре. Да? Или Вот эти три аккорда. Вот такой тоже классный аккорд. Это Ре, друзья. Теперь в До играет. То есть. В До то же самое. Соль, доминанта. До. И вообще такие вещи тоже классно аккомпанировать по-разному. Можно. Ученикам даю такие задания, которые в блюзовой форме, но по-разному технически оснащены. Допустим, можно сыграть вот таким приемом, а можно сделать... Но в то же время мы подчеркиваем линию баса и аккорда. А здесь ближе такой страйк-блюз. Вот классный прием, когда удар, сразу звук и аккорд. Такая тройка работает. Закрутил. Закрутил. Все, кантри звук пошел. Да, вот и вам фишки. О, это тоже сложный прием. Такое, на растяжке плюс чувство ритма. Надо укладывать это все. Это тоже классно. Значит, смотрите, тут такие ровы крутятся. Да. 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 Многогранен. Он не просто играет голую пентатонику. Он все-таки все обыгрывает это. Но когда они играли джазовую музыку, это было видно, что Томми немножко не в своей тарелке может быть. И потом буквально прошло года 3-4-5, я не знаю, это мои такие наблюдения, и Томми стал очень круто играть. Ну вот эти вещи, которые там джанго и так далее. И он такой именно король мажорной музыки. Он хоть и остался около блюза, но все-таки он стал ее очень классно играть. И это говорит о том, что вот такие монстры они тоже учатся. Друзья, я сейчас предлагаю еще один ролик интересный посмотреть, как Томми работает с Майком Дэвисом. На Нирвану они тут сделали такую импровизацию. Очень, кстати, удачный пример, вот когда они нашли друг друга один перкуссионный гитарист. И с стилем Томми это очень хорошо гармонирует. Посмотрим. Удачный очень ролик, на мой взгляд. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Хороший замес, веселый. Вообще, Курт Кобейн, он гениальный человек, такую мелодию написал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, за свою карьеру Томми проделал, конечно, гигантскую такую работу. С многими играл, с многими записывался, многое что сочинил, аранжировал, сделал кучу всяких экспериментов. И, несомненно, для меня он является таким маяком, ориентиром, куда нужно двигаться и как нужно. Это для нас хороший пример. Поэтому я вам тоже рекомендую идти по таким хорошим примерам, где есть мелодия, гармония, импровизация. Мы постоянно учимся. И на самом деле учатся, как мы видим, и такие монстры, как Томми. То есть он постоянно, у него есть такой голод, желание играть и развиваться. Поэтому такому человеку всегда уважение. И дай бог, конечно, ему здоровья. Ну и напоследок я вам включу сейчас свой ролик. Посмотрите, как я работаю в команде. И это такого рода тоже был эксперимент. Значит, здесь джипси-джаз и легкий такой кантри-замес. Всем приятного прослушивания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok